До этого момента для проверки корректности нашей реализации мы пользовались примером со страницы задачи на степике. Давайте посмотрим, как наша функция ведет себя на нескольких краевых случаях, а также какое время она работает. Напишем функцию test, которую будем вызывать вместо функции main на время проверки. Не забудьте перед отправкой вернуть сюда main. Для начала проверим несколько краевых случаев. Первый краевой случай вот какой. Что если рюкзак у нас максимальной емкости 0, ну то есть рюкзака у нас вообще нет. По условию такая ситуация разрешается. Давайте убедимся, что при этом мы ничего не возьмем, потому что брать нам некуда. Второй краевой случай заключается в ситуации, когда у нас предмета меньше, чем может рюкзак вместить. То есть рюкзак у нас остается полупустым. При этом убедимся, что мы больше, чем есть, не взяли. Следующая ситуация проверяет, что если среди предметов есть предметы нулевой стоимости, по условию опять же такое разрешено, то они на ценность рюкзака никакого влияния не оказывают. Последняя ситуация проверяет, что если предметов у нас больше, чем рюкзак может вместить, то мы возьмем оптимальное решение. Итак, посмотрим. Удельная ценность первого предмета 3, удельная ценность второго предмета 1. Таким образом, нам выгоднее взять все, что есть с первого предмета, ну а остаток добить вторым. Ценность первого предмета 60. Ну и мы возьмем 5 единиц второго предмета. Таким образом, ответ 65. В завершение давайте добавим пример со страницы задания, который мы использовали до этого. Ну просто потому, что его тоже хорошо проверять. Напомню, что ценность рюкзака там была 180, а предметы вот какие. 60-20, 150 и 120-30. Кажется, я забыл скобочку. И давайте перенесем это все на одну строчку. А теперь проверим, что у нас все хорошо. Ну действительно, пока наши тесты проходят, давайте теперь перейдем к измерению времени работы. Для этого нам потребуется модуль random, а именно функция randint, и написанный нами модуль timing, функция timed из него. Проведем некоторое количество случайных испытаний. Вместо 100 вы можете выбрать любое другое число, которое вам нравится. Как будем их проводить? Ну, будем просто генерировать случайный вход в соответствии со спецификацией, которая есть в условии задания. Ну, например, n. Это случайное число от 1 до 1000. Емкость рюкзака, которая в условии обозначается большим W, изменяется в интервале от 0 до 2 на 10 шестой. Далее будем генерировать уже непосредственно сами предметы, в которых должно быть n. Делать это будем все так же с помощью функции randint. Ценность предмета тоже изменяется в интервале от 0 до 2 на 10 шестой, а его вес от 1 до 2 на 10 шестой. Вход готов. Давайте измерять время. Для этого передадим функцию timed нашу реализацию вместе с емкостью рюкзака и предметами. Напомню, что функция timed запускает переданную ей функцию некоторое количество раз, измеряя время работы, и возвращает нам минимальное измеренное время работы в секундах. По условию задания требуется, чтобы наше решение работало не более 5 секунд. Здесь мы измеряем не все решение, а только вычислительную часть, то есть мы не измеряем чтение входа. Ну, будем считать, что вход мы читаем моментально, и если уж наша вычислительная часть 5 секунд убирается, то и все решение тоже убирается. Посмотрим, что получилось. Все хорошо. Ни в одном из 100 испытаний assert не сработал. Это значит, что все 100 раз наше решение работало меньше, чем 5 секунд, и у нас есть большие шансы, что на сервере при отправке на степик оно тоже будет работать не больше 5 секунд.